День молодежи Это не помешало празднику. Несколько развлекательных площадок разместили в помещении трибун, стадион и кар. Здесь команда из нескольких человек приняла участие в энергичном и зажигательном танцевальном кризе. Движение под громкую музыку помогло согреться и сбросить с себя пасмурное настроение. Здесь можно было попробовать свои силы на интеллектуальной игре, сфотографироваться с косплеерами, а также окунуться в мир технологий от Кванториума Саров. Демонстрируем ребятам, как можно летать на квадрокоптерах, управлять роботами. Ну и, собственно, ребята еще погружаются в виртуальную реальность с помощью очков в виртуальной реальности. Роботы соединяются с помощью связи Bluetooth и с помощью телефона можно ими управлять, то есть играть в футбол, драться ими. Вообще эти роботы называются роботы-сумод. С особым интересом дети управляли квадрокоптером. Ребята учились программировать, проводить дистанционное зондирование земли и строить 3D-модели. Тем временем в тренажерном зале «Икара» прошли городские соревнования по жиму лежа. Перед началом все заявленные спортсмены получили медицинский допуск и прошли взвешивание. Соревнования прошли между 12 взрослыми атлетами в нескольких весовых категориях. Соревнования организованы по инициативе Галишникова Евгения. Его инициативу поддержал Центр внешкольной работы и спортивная школа «Икар». В Центре внешкольной работы такие соревнования проводятся регулярно в течение года. Галишников Евгений являлся также воспитанником нашего Центра внешкольной работы. Поэтому по его инициативе первый раз. Главным судей соревнований выступил Сергей Серов – мастер спорта по пауэрлифтингу. Победители и призеры получили дипломы и сертификаты. А те, кто не побоялся плохой погоды, собрались на юбилейный турнир по автозвуку. В этом году соревнованиям исполняется 10 лет. Когда-то все начиналось с небольшого мероприятия у бассейна «Дельфин». Сейчас в соревнованиях участвует все больше саровских автомобилистов и любителей мощных децибелов. Здесь же прошла выставка спортивных авто и выступление дрифткартов. На главной сцене Дня молодежи состоялась церемония награждения активистов молодежных общественных объединений. Грамоты и благодарности ребята получили из рук заместителя главы администрации города Сарова Ильи Волкова и директора Департамента по делам молодежи и спорта Ларисы Пустынниковой. После этого на сцену вышла талантливая молодежь Сарова. Завершился День молодежи выступлением хедлайнеров фестиваля. С азами разных видов спорта, упражнений на турниках и даже современного уличного танца на спортплощадке молодежного центра юных сыровщан знакомит инструктор Антон Козлов. 3Б, баскетбол, бокс, брейкданс. Примерно такой была программа занятий на спортивной площадке молодежного центра. С азами разных видов спорта, упражнений на турниках и даже современного уличного танца юных сыровщан знакомит инструктор Антон Козлов. По традиции, каждая встреча начинается с разминки. Антон подсказывает ребятам, как подготовить себя к разным нагрузкам. Я провожу разминку, показываю какие-то базовые упражнения. Например, если в турнике это подтягивание, подъем ног, какие-то отжимания, брейкдансе, какие-то пару не суперсложных движений, потому что суперсложные движения у нас учатся на тренировке. Здесь все-таки больше инструктаж. То есть показываю легкие движения, они сами выполняют. Важно не путать инструктаж с обычной тренировкой, отмечает Антон. Такой формат занятий отличается в первую очередь свободой. Ребенок сам выбирает, чем хочет сегодня заняться и в любое время может сменить вид спорта или просто пойти домой. Энергии драйва добавляет музыка. Каждая встреча получается особенной, поскольку ребята сами составляют себе план занятий. Многие приходят на площадку с родителями. Инструктор работает здесь каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье с 18 до 21 часа. Я бы хотел пригласить всех желающих, без различия какой возраст, какая подготовка у вас. Приходите, будем тренироваться. Но помните, что здесь я веду инструктаж. Инструктаж – это все-таки больше такая самостоятельная работа. Но я вам помогу, все подскажу, объясню. Поэтому приходите, жду. Спортсмены Федерации воркаута «Либерти Воркаут» проводят тренировки для всех желающих на спортивных площадках стадиона «Икар» и в детском парке на улице Сосина. Проект «Либерти Воркаут» начался с друзей-единомышленников, которые болели уличным спортом и регулярно собирались на тренировки на турниках. Потом пришла идея создать в городе сообщество воркаута, чтобы объединить всех любителей спортсменов. В октябре прошлого года инициативная группа официально зарегистрировала себя как Федерация воркаута «Либерти Воркаут». Суть нашей Федерации заключается в том, чтобы продвинуть воркаут и калистенику. По сути, одно и то же, но с небольшими нюансами. В массы показать людям, насколько это зрелищный вид спорта. По этому виду спорта устраивается масса соревнований. Атлеты уже побывали на соревнованиях по воркауту в Кулебаках, показали себя на городском мероприятии «Атомный воркаут» и даже провели собственные соревнования «Дворовая физика». Сейчас ребята проводят уличные тренировки на турниках для всех желающих. Специального оборудования не нужно, все упражнения выполняются собственным весом. Даже если вы не знакомы с воркаутом, опытные спортсмены помогут вам освоить базовые элементы. Мы всегда рады новичкам. Мы поможем в тренировке базы, то есть в подготовке к более сложным элементам. Это просто общая физическая подготовка. На наших тренировках мы развиваем силу, выносливость и стараемся научить, выучить новые элементы для связок. Если вы думаете, что упражнения на турниках и брусьях не для девушек, то ошибаетесь. Участники «Либерти воркаут» готовы подобрать комплекс упражнений и для представителей с прекрасного пола, направленный на жиросжигание и тонус тела. Совместные тренировки – отличная мотивация. Среди единомышленников и опытных наставников можно получить поддержку и ценные советы. Воркаут для меня стал три года назад реально как образ жизни. Я приехал из Томска, и там очень много студентов в этом виде развивается. И всегда тренить с ними было как особой мотивацией, когда ты смотришь, что кто-то умеет что-то лучше тебя, и у тебя начинает получаться лучше, ты стремишься. Так вот набрался опыта с ними, приехал сюда. Тут многие берут с меня примеры. «Либерти воркаут» проводит тренировки на спортивной площадке для воркаута на стадионе «Икар» и в детском парке на улице Сосина. Занятия будут проходить во вторник и четверг в 18 часов, в воскресенье в 15 часов, до тех пор, пока держится теплая погода. Из-за дождей тренировки могут отменить. Всю актуальную информацию смотрите в группе «Либерти воркаут» ВКонтакте. Бесплатно позаниматься с инструктором может любой желающий. В рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» Центр внешкольной работы организует занятия по различным видам спорта на свежем воздухе на нескольких площадках города. Спортивные площадки с тренажерами и снарядами для воркаута появились во многих дворах Сарова. Но не каждый человек знает, как правильно заниматься на том или ином тренажере, на какие группы мышц он рассчитан. В этих вопросах помогают инструкторы Центра внешкольной работы. Они консультируют, рассказывают о видах тренажеров, подбирают упражнения в соответствии с индивидуальными запросами человека. В сквере 22 микрорайона по улице Павлика Морозова площадка оснащена большим количеством тренажеров, оборудованием для сдачи норм ГТО. Здесь же можно поиграть и в настольный теннис. Здесь упражнения можно сжим лежа, становая тяга, можно выполнить гиперэкстензию упражнения, отжимания на борусьях, то есть как бы жим сидя. Это силовые упражнения. Ну а также на настольный теннис, баскетбол и волейбол. Региональный проект «Спорт в каждый двор» федерального проекта «Спорт норма жизни» реализуется несколько лет. Все желающие могут выбрать физическую активность на любой вкус, а также получить помощь специалиста по спорту на физкультурных площадках города. Консультации инструктора абсолютно бесплатные. Дети тоже могут найти здесь занятия по душе, игры с мячом или командные соревнования. Специалисты Центра внешкольной работы приносят с собой необходимый инвентарь – скакалки, мячи, ракетки для настольного и большого тенниса. Тут можно кидать кольцо, заниматься спортом. Отжимались, играли в теннис, приседали, поднимали в лежачем режиме. Когда приходишь со школы, делаешь уроки, я прихожу сюда. Ну тут есть кольцо, можно чем позаниматься. У меня есть свой баскетбольный мячик, я сюда хожу. Ну тут можно еще поподтягиваться. Очень люблю заниматься спортом. Это полезно, весело, приносит радость, интересно. А каким видом спорта увлекаешься, занимаешься? Увлекаюсь бегом, теннисом, баскетболом, подтягиванием, ну и лазанием. Я занимаюсь на тренажерах и играю тоже, но с другими, с друзьями, со знакомыми, с водителями. Для людей серебряного возраста предусмотрена отдельная физкультурная группа на площадке по адресу Силкина 20. Здесь инструкторы по спорту работают с понедельника по среду с 9 до 12 часов. По улице Казамазова 10, со вторника по четверг с 10 до 13 часов. Площадку в сквере 22 микрорайона по Павлико Морозово можно посетить с понедельника по четверг с 16 до 19 часов. Проект реализуют в течение всего лета. За подробной информацией можно обратиться по телефону 98103.